Бог даёт человеку возможность всё исправить. Даже если в этой жизни человек не может исправить, он исправит обязательно в следующей. То есть не весь объём работы человек может в этой жизни перелопатить, но всегда человек может всё исправить, если он идёт правильным путём. Чаще всего в этой жизни. Всё зависит от вашей веры. Я вам расскажу один исключительный случай, который произошёл в моей жизни. Одна девушка подошла ко мне, моя знакомая, помогала мне, когда я приезжал в её город, она помогала мне готовить. Она подошла ко мне, когда она готовила, и спросила, я выйду замуж или нет. Мне уже больше 30 лет. У меня никого не было в жизни никогда. Я замуж выйду. Я смотрю по её судьбе, она замуж не выйдет. И никого в жизни у неё не будет. Это особый случай. Я ей сказал, конечно, выйдешь. Для этого тебе нужно молиться Богу, потому что Бог всё решает. Она говорит, а как я почувствую, что вот это приблизилось всё? Я объяснил, говорю, сначала тебе надо просто трудиться. Тебе надо всех любить, заботиться обо всех и достигнуть самодостаточности. Пока женщина ждёт, когда она выйдет замуж, она не дождётся. Она должна почувствовать, что ей уже и так хорошо, что она как бы наполнилась. И в этот момент она познакомится с кем-то. Когда она почувствует, что ей уже не так сильно надо, как раньше, это значит, что появятся варианты. Тогда она становится сильнее мужчин психически. Она должна стать сильнее. И вот она так несколько лет, как бы я приезжал в этот город, она всё время служила, всем заботилась. И спрашивала, когда выйду замуж. Мне уже легче, я уже много подружек имею. Я уже как бы всё, ну когда же? Я всё равно никого нет. Я вижу, что она не выйдет замуж по судьбе. И говорю ей, продолжай, всё будет хорошо. Не торопись, у тебя тяжёлая судьба. В один год я приехал к ней туда, в этот город, и она ко мне не подходит, ничего не спрашивает, такая счастливая. Я подошёл сам к ней, говорю, что у тебя кто-то появился? Она говорит, нет, просто мне так хорошо, сейчас мне и не надо замуж. У меня столько подружек, у меня есть Бог, у меня есть наставки, это хорошо, чувствую себя очень счастливой. Я увидел, что у неё поменялась судьба. Я увидел, что Бог уже нашёл ей человека. И такого человека Бог ей нашёл, очень возвышенного. Она переехала с ним жить в святое место и испытывает огромное счастье. Понимаете? Хотя по судьбе ей не было положено замуж. А я, старый, ободранный пёс, почти никогда в этих вопросах не ошибаюсь. Потому что много людей уже видел в своей жизни. Понимаете? Поэтому я увидел чудо. Ну, то есть, Бог может любому человеку дать то, что ему хочется в жизни, даже если ему не положено в этой судьбе. Для этого нужно просто прилагать усилия в правильном направлении. Но если вы поверили в то, что у вас ничего не будет, значит, ничего не будет. Если вам врач, вы пришли к врачу, у вас какое-то заболевание, там, допустим, заболевание суставов, и он говорит, это неизлечимое заболевание, и вы поверили, значит, это неизлечимое заболевание. А если вы не поверили, значит, излечимое. Одна женщина говорит, я много лет жила вот с болезнью суставов из-за того, что поверила врачу. Я теперь поняла. Теперь скажите мне, что мне нужно делать, чтобы я вылечила эту болезнь? Я ей сказал, надо просто долго ходить и контактировать с водой, с тёплой водой. То есть сидеть в тёплых ваннах по вечерам, а утром долго ходить. Она говорит, ну, мне очень тяжело ходить, у меня болят колени. Я говорю, а вы ходите так, как можете. Она говорит, это будет смешно выглядеть, это будет очень медленно. Я говорю, вот и ходите так медленно и очень-очень долго, без остановки. А после этой ходьбы у вас суставы несколько дней будут болеть, ныть. А потом, когда они успокоятся, опять так идите. Каждый раз после ходьбы ложитесь в тёплую ванну. И она начала так делать, и она вылечила себе полностью суставы. Стала здоровым человеком. Понятно, нет, мои хорошие? Понятно. Мой дядя меня спросил, слушай, у меня колени болят. Я, когда он это в лекции услышал, я сказал, он говорит, что если я буду ходить долго, у меня тоже колени вылечатся? Я говорю, тоже вылечатся. Он говорит, там чашечки уже стёрлись, мне врачи говорят. Я не могу ходить, я говорю, у тебя же не машина, колодки стёрлись, надо менять. Он говорит, операцию надо делать, ставить новые чашечки. Я говорю, ты же не машина, ты же человек, там всё восстанавливается. И он начал, ну, он говорит, ну я проверил, но смотри у меня. То есть мой дядя, если ты мне сказал неправильно, мне хуже, будь смотри у меня. Я говорю, хорошо, пошёл. Вокруг храма начал ходить каждый день по два часа. Через четыре месяца колени прошли и позвоночник прошёл. И давление начало восстановить. Одна знакомая, высокопоставленная человек, у неё была протрузия дисков позвоночника. Ей сказали, это уже всё не восстанавливается. Но она меня заодно спросила, прежде чем поверить в это. Я сказал, надо просто вот так вот сесть на ноги, вот ноги вытянуть и просто ныгнуться вперёд. Это все касается совета. И долго-долго в таком согнутом состоянии находиться. А потом наклоны делать после этого. И так делать каждый день. Доводить до 20 минут вот это упражнение. Вот так лежать 20 минут в день. И у тебя как бы всё, позвоночник восстановится. И у неё потом она сделала снимок, протрузии нет. Всё восстановилось. Вот это ноги вот так, да? Ноги прямо и вперёд нагибаешься и лежишь так неподвижно. Всё. Такое упражнение. Я делаю раз в 4 дня такие статические упражнения. Следующий вид веры – это вера в страсти. Люди верят в удачу, деньги и успех. И они как сумасшедшие живут ради этого. Когда человек верит в духов злых или в то, что ему не повезёт, он уходит в депрессию и в унижение в своей жизни. Когда человек верит в удачу, он уходит в гордость и в суету. Ну, то есть, если удача пришла, он сразу, да, я, да. Вот. А если не пришла, он суетится. Ну, то есть, если человек верит в Бога, то его чувство собственного достоинства входит в контакт с душой, оно приходит в равновесие. Человек не униженный, не гордый. Человек ни в депрессии, ни в суете. Он обретает самого себя, находит самого себя, перестаёт играть какую-то роль. Просто он становится сам собой. И становится красивым, и значит, успешным. Потому что красивый человек – это значит человек, который нашёл сам себя, понимаете? Красивый. Мужчина означает влиятельный, сильный. Красивая женщина означает красивый. Но это тоже её влиятельность, её женская сила. Ну, то есть, понимаете, и когда человек обретает вот эту вот способность правильно жить, он начинает также побеждать те ситуации в жизни очень легко, которые невыносимыми кажутся. Ну, то есть, как он это делает? Он делает с помощью дополнительной энергии. Чем больше у нас вот здесь в сердце энергии, которую мы получаем от природы, добрых людей, Бога, тем больше возможностей не то, что не обращать внимания на какие-то трудности, а наоборот, извлекать из этого счастье. Вот, например, если мы поссоримся с женой, я сначала как бы молюсь, перерабатываю это всё, а потом я на эту поводу шучу с ней, как мы ссорились, и мы смеёмся просто с ней. Как мы вот из-за глупости какой-то пустяков ссорились, мы смеёмся потом. То есть, всё можно превращать в счастье, даже то, что было трудно. Меня очень сильно истощало, когда после лекции люди, как бы, ну, штурмуют меня своими вопросами. Не дают мне уходить. Ещё один вопросик, Олег Игнатьевич. Даже мои помощники придумали такой анекдот, что Олег Игнатьевич лежит в гробу и как бы подбегают, слушайте лекции, трясут, говорят, Олег Игнатьевич, ещё один вопросик. Знаете, что произошло? Я применил свои лекции в эту ситуацию. Я взял просто... Ну, это не значит, что сегодня вы меня не отпустите. Я просто вам расскажу, как я почувствовал счастье. Ну, то есть, я взял просто и понял, пускай меня раздербанят на маленькие кусочки слушателей моих лекций. Потому что они любимые для меня люди, и пускай они вот делают со мной, что хотят. Я так решил для себя. И представляете, и после этого я начал испытывать счастье от этой ситуации, когда счастья мало. Олег Игнатьевич, быстрее, мне, 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 вопрос. Счастья мало, понимаете? Но я чувствую просто люди, это так, такой обмен идёт, отношения такие. И я перестал уставать от этого. Мой помощник уже такой, ёрзый, да, всё, всё, уходим! Так он кричит. Я ещё нормально сижу. Потому что я как бы просто принял судьбу, понимаете? Это важно научиться делать. Вот, допустим, вы говорите, у меня, мучает меня мой ребёнок. Ну, примите его, вам легче жить станет. Видите, чувство, собственно, достоинства не обязательно уходит вверх, вниз, там. Оно ещё должно соединиться с судьбой. Когда оно находится посередине, оно должно соединиться с судьбой. Только после этого приходит счастье. Вот, допустим, у тебя есть сын, да? Вот, допустим, уходит близкий человек из жизни, и все плачут. Я тебя не видела, не слышала, а теперь я так жалею, что мы с тобой мало говорили. Ну, то есть человек пришёл в настоящее время. А уже поздно. Близкий человек уже ушёл из жизни. Поэтому нужно раньше приходить в настоящее время. Ну, то есть нужно понять, что есть не только проблемы у близких людей, а также много преимуществ. Одна женщина мне задаёт вопрос, говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж вот такой-то, такой-то. Я говорю, давайте начнём сначала. Вот у вас муж очень ответственный человек. Он постоянно хочет вам заработать денег. Ну, как постоянно беспокоится о том, что были финансы в семье. Да, Олег Геннадьевич, да. Но я как-то к этому привыкла. А вот у меня, вот, я говорю, стоп. У вас муж очень по-ласково, по-доброму, как к вам относится. Она говорит, да, Олег Геннадьевич, но мой муж, вот, он вот, вот это, то-то, то-то. И я ей несколько таких пунктов перечислил. А потом говорю, перечислите все недостатки вашего мужа. Она перечисляет все недостатки. А я перечислил ей все преимущества. И потом говорю, женщины, вот, одинокие женщины, кто из вас вот такого мужчину хочет иметь вот с этими недостатками? И там лес рук, она такая смотрит, зал, это в Москве было, там ещё человек на лекции был. Лес рук просто. Да такого мужчину, да ладно, это всё ерунда, все такие женщины. Да какие-то недостатки, он ответственный, нежно относится там и всё прочее. И она такая, вообще такая, села такая, всё, вопрос закончился, короче. Такая корова нужна самому. Ну, то есть, она вошла в настоящее время. Я что сделал? Я её просто вывел, она просто, понимаете, ещё раз повторяю, человек привязывается к мелочам и начинает обсасывать это, и вся жизнь его туда уходит. Ну, то есть, он теряет главное, понимаете? Давай оставим мелочи, забудем мелочи, давай оставим главное. Ну, разве мы? Ну, что же мы? Случайные прохожие. Пускай немного разные, но, в общем-то, похожие. Обиды перемелятся. Случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. А вот это аскеза, понимаете? И это так начинается счастье с этого. Вы ищите счастье, да? Вот оно счастье. Посмотрите, к чему вы привязались в близком человеке. Посмотрите, что вы потеряли в нём. О чём вы забыли. У меня один друг, ну, взял такой, просто такой совет дал своим слушателям лекции. Он тоже лектор. Он говорит, смотрите, рисуем на стене. Все недостатки мужа. Пишем, все недостатки. Пишем все преимущества потом. И потом начинаем молитву и принятие. Вот все недостатки. Видим, пытаемся принять это. Приняла недостаток, вычеркнула. И вспоминаю также преимущества, и же многое позабывала. И потом, когда у вас одна четвёртая только недостатков останется, и три четвёртых преимуществ, начинается счастливая жизнь с этого момента. Но при этом муж вообще не поменялся. Просто поменялось твое восприятие. Всё. Понимаете, мы приковываемся как бы вот к этим мелочам. Теряем себя. Как выглядит человек, у которого чувство собственного достоинства стоит в центре, на месте? Он выглядит очень благородным, потому что он живёт правильно, означает наполненно, означает ему легко прощать. У него сильный голос, сильные манеры такие правильные. Он не парится и не суетится по мелочам. Как надо просить прощения? Надо просить прощения в состоянии глубокого удовлетворения и счастья. Не как обёдренный пёс приходить просить прощения, а просто в состоянии радости, счастья, глубокого удовлетворения. Я, допустим, подхожу к своей жене и говорю, прости меня, пожалуйста, вот за это, за то, что произошло. Хотя мне как бы это вообще, вот я ноль. Во-первых, я не вижу, что я виноват, да? Ну, допустим, обычно какая проблема? Проблема заключается в том, что я, ну, как бы, ну, пришёл откуда-то, суючусь, как бы, не заметил её, и она обижается. Я тебя ждала, как бы, я тебя любила, ждала, ты пришёл там и о своих каких-то делах там со мной. Ну, как бы, я не воспринимаю это как нелюбовь, то есть как предательство. Но она же живёт для отношений, то есть для отношений женщина создана, а я для победы, для дел. Я не успел переключиться, пришёл домой, как бы, не успел. И она, всё, она обиделась, пошла мыть посуду. Я подхожу, такой радостный, такой спокойный. Это не значит, что я должен обидеться на то, что она обиделась. Это неправильное мышление просто. Я не чувствую себя виноватым вообще. Я подхожу к ней и говорю, прости меня, пожалуйста. Она говорит, ты в лекциях говоришь всем, что когда просишь прощения у меня, не чувствуешь себя виноватым. Я говорю, ну в этот раз я чувствую себя виноватым. А сам не чувствую. Она смотрит на меня, такая проверяет, я правильно сказал. Видит, у меня в глазах спокойствие, доброта, такое благородство. Говорит, пока не могу тебя простить. Ну, то есть, женщины очень медленно прощают. Мужчина должен это знать, а я и не рассчитывал с первого раза вообще. Я настроился на три раза, как обычно. Ну, пошёл заниматься своими делами, где-то через минут сорок подхожу. Говорит, прости меня, пожалуйста, за то, что я пришёл и не заметил тебя. Она такая уже, такая смотрит к нему, завтра прощи. Уже наметила дату, уже чувствую, что простила почти. Проходит ещё сорок минут, где-то пятьдесят. Подхожу третий раз, прошу прощения. Она обнимает меня и говорит, спасибо тебе за то, что у меня есть. Такая расслабила, такая счастливая. И в этот момент я понимаю, в чём я виноват. Я понимаю, что она женщина, что ей нужны отношения, любовь. Что я должен на это тратить свои силы, понимать это. И тогда счастье будет у обоих. Люди, у которых чувство собственного достоинства находится в центре, они начинают постепенно постигать истину отношений. Истинное отношение заключается в том, что отношения, правильные между людьми, имеют не тяжёлую, серьёзную, а лёгкую и непринуждённую природу. Понимаете, человек к другому человеку должен относиться очень серьёзно. Серьёзное отношение означает верность. Не променивать своего близкого человека ни на кого. Это серьёзно. Но сами отношения должны быть очень лёгкими. Это возможно, если ты свою правду в отношениях с человеком не ставишь выше человека. Вот, допустим, правда, женщина — это отношения. Она постоянно обижается. Не так посмотрел, не так сказал, не сделал не так, бессоответственно отнёсся. Женщина очень сильно переживает, потому что для неё очень важны отношения именно. Она для этого живёт, она родилась для этих отношений. Её смысл жизни в этом, цель жизни в этом. Мужчине важно правила, законы. То есть ему важно, чтобы жена уважала мнение мужа, чтобы она жила по его законам, которые он создал в семье и так далее. И если мужчина добивается своих правил от жены, а женщина добивает своих отношений, то люди постоянно мучаются, скандалят всю жизнь. Никакого счастья нет. Потому что они не понимают, как устроены отношения. Отношения устроены таким образом, что человек должен знать, что если он оставил в покое все недостатки близкого человека, вот оставил в покое, не обращаясь, старается изо всех сил не обращать внимания, хотя они тебя клюют же, старается и ведёт себя в лёгкий стиль, означает. Вот жена, допустим, делает глупости. А я, как будто бы, ничего и не происходит. Просто по-доброму с ней общаюсь. Но чтобы по-доброму общаться, надо всё это проглатывать, переваривать внутри себя. И потом подходить, как будто ничего и не было. Вы скажете, зачем это надо? Объясняю, зачем это надо. Если ты проглотил, переварил, это 30% уже ты изменил этого человека. Следующие 30%, если ты сможешь в шутку говорить об этом так, чтобы она смеялась или он смеялся. Ну, то есть превратить недостаток близкого человека в шутку или свою реакцию на этот недостаток ещё лучше в шутку. Тогда уже ещё 30% побед над судьбой. А оставшиеся 30% сами произойдут просто, если ты продолжаешь, ну, как бы, жить дальше. Просто приходит время, и человек, последние 30% — это осознание. Человек осознаёт, что вот там, ну, так неправильно жить. Понимаете, если же вы начинаете настаивать, что это и так неправильно жить, то включается противоположный результат. Человек начинает очень сильно доказывать, что он имеет право на то, что он делает. Потому что он сопротивляется насилию. Ну, и фактически человек же, если что-то делает, значит, он просто не имеет об этом знания. И вот та область, где мужчина не знает что-то, у женщины наполнено знанием. А та область, что женщина не знает чего-то, у мужчины наполнено знанием. Допустим, мужчина подходит к женщине и говорит, хватит валяться в постели, сколько можно. Надо вставать. А эта область у женщины вообще не наполнена знанием. Она думает, а что мне вставать, мне и так хорошо. Буду лежать дальше. Понимаете, да? Она уверена, что так правильно ей жить. Она говорит, я же не мужик, что я буду прыгать, бегать. Я женщина. Понимаете? Допустим, женщина говорит мужу, ты говорит это, посмотри, у тебя штаны все грязные, запачканы. Он говорит, это не так важно. Эта зона его не заполнена знанием. У женщины же заполнена. Понимаете, да? Ну, то есть, другими словами, если вы начинаете реагировать на то, что ваш близкий человек вообще не понимает вот в этом вопросе, вообще не понимает, то это не совсем адекватное поведение, потому что вы же тоже вот в этом вопросе вообще не понимаете. Ну, просто когда вы что-то вообще не понимаете, вы улыбаетесь, когда говорят, да, я так, я такая, я ленивая, да. Вот. А ленивая женщина означает безответственный мужчина. А вот это она уже не улыбается здесь. Говорит, я ленивая, да, безответственный. Нет, да, да, это уже не улыбочки. Это серьезно. А безответственный мужчина говорит, да, я немножко безответственный, и это нормально. А вот то, что ты ленивая, это невыносимо. Все наоборот, видите? Ну, то есть, человеку очень легко свои недостатки переносить, он как бы нормально к ним относится, но близкого человека — это невыносимо. Поэтому вы должны усвоить, когда наступает любовь. Любовь — это легкий стиль отношений. Легкий стиль. Означает, я очень мягко, по-доброму веду себя с близким человеком. Если он конючит, что-то каблучит, делает какие-то глупости, я это принимаю, и потом, приняв, я могу об этом шутить. Я могу, как бы, что-то делать такое, чтобы близкий человек, в конце концов, понял, потому что он же к себе относится с шуткой, по-доброму. И если я так же ему все это говорю, он принимает это, понимает, что это не преимущество, а недостаток, что это надо менять себе. Только так. И добрый стиль отношений создает более глубокие отношения, еще более глубокие, наступает любовь. Даже если один человек в семье выбрал этот легкий стиль, то второй постепенно тоже придет к нему. Допустим, один все драматизирует, а другой, наоборот, как бы, все шутит, то тогда все равно отношения поменяются со временем, и оба будут вести себя очень мягко и по-доброму друг к другу. И еще раз повторяю, добрые отношения или сильная любовь друг к другу в отношениях означает не сгущать краски, не травматизировать, а наоборот вести себя, как будто ничего не произошло. Это называется любовь. Ну, то есть кто может так спокойно просить прощения еще раз? Только человеку, у которого чувство собственного достоинства не пострадало от того, что его не простили. А почему оно не пострадало? Потому что он этому не сильно большое значение придает. Простили его или не простили. Ничего страшного, переживется. То есть это и смиренная позиция означает сильная позиция человека. Сильная позиция. Вот, допустим, если у вас по отношению ко мне сильная позиция, я, допустим, вам говорю, ну, вы как бы плохо живете, там, ругаю вас. Вы слушаете, соглашаетесь, по-доброму ко мне относитесь. Это значит, что знание, которое я вам передаю, сразу же заходит глубоко в сердце, и потом вы будете жить по-другому совсем. Но если вы обиделись, что я вам так вот строго сказал, то знание не войдет в сердце. Понимаете? То есть другими словами, я могу с вами так себя вести, потому что вы пришли слушать меня. Но ваш близкий человек, муж или жена, не пришел к вам слушать. Он пришел наслаждаться вами. Я, допустим, иногда жене начинаю что-то говорить серьезное. Она смотрит на меня, говорит, слушай, лекции читай, своим слушателям лекции. А я, говорит, твоя жена, и уходит. Потому что другие отношения, понимаете? Отношения, в которых я не должен жаловаться на то, что она меня мучает. Когда Абубакр ушел из жизни, пришел, ну, как бы выбрали второго халифа, ну, то есть наместника Аллаха второго выбрали. Его звали Фарук Амар. И он вышел к людям и говорит, я не хочу этой участи. Я не хочу. Ну, раз вы выбрали, я могу согласиться после того, как я хочу, как бы, вам задать один вопрос. Вы согласны терпеть меня? Согласны то, что я вас буду испытывать в жизни? Я вам буду давать испытания. Я вас буду мучить. Вы согласны на это? Все говорят, мы согласны. Ты хороший человек, мучай нас. И он тогда посмотрел на них и говорит, ну, тогда я согласен, что вы будете мучить меня. И принял этот пост. И потом, в конце концов, его убили ножом в спину. В конце его, так сказать, вот это управление. Мои хорошие, понимаете, это и есть семейная жизнь. Люди сходятся вместе для того, чтобы мучить друг друга. Потому что Бог хочет, чтобы мы развивались, а не балдели в этом мире. Поэтому, как бы, если вы согласны на все, вот, говорит, согласны, вот этот человек. А поэтому мне жена говорит, пусть слушайте лекции, слушайте твои лекции. Но она иногда подходит ко мне и говорит, лекция такая-то, минута такая-то, послушай, как ты говоришь, как надо в этом ситуации вести себе мужчине и уходить. Я говорю, хорошо, хорошо, обязательно послушай. Даже если близкий человек делает то, что сам не хочет делать, то ничего страшного. Надо просто понять принцип любви. Любовь означает легкий стиль. Легкий стиль означает не так сильно напрягаться от недостатков и глупостей близкого человека. Понять, что если вы принимаете все это, то значит он станет лучше. А если вы не принимаете, он никогда не станет лучше. А скорее всего, вы его просто потеряете. Потому что через него действует ваша собственная судьба. Это вы были таким человеком в прошлом. И судьба вам показывает, ну как тебе нравится такое поведение. Если ты говоришь, ну нормально, значит судьба говорит, хорошо, ты принял все это. Идем дальше. Понимаете, да? Если вы ничему не удивляетесь, значит вы можете победить судьбу. Допустим, муж нашел себе другую, там детей с ней зачал уже. Примите сначала все. У вас есть выбор жить с ним, не жить. Есть выбор. Вот сейчас прямо не надо принимать решение. Вы сначала примите его уже с его детьми и второй женой. Потому что это ваш муж. Вы примите его сначала в новом виде. Понимаете? Потому что он вам принес вашу судьбу. То, что вы делали в прошлом, вы получили сейчас в этой жизни. Это стопроцентный факт, мои хорошие. Только так всегда бывает. Никогда человек несправедливость не получает в свою жизнь. Вот, понимаете, если вы его приняли, успокоились, а дальше вы увидите, что судьба может подействовать совсем иначе, не так, как вы думаете. Вы уже там все спланировали, как будет все. Вы не знаете, как будет. Вы просто примите его. И когда вы его приняли, это значит, что 30% его глупости вы уже победили. На 30% невежества в его голове стало меньше. Если вы его приняли. И в тот момент, когда его приняли, ваше чувство собственного достоинства становится куда надо. Это значит, что вы становитесь красивее. Понимаете? Если злой поступок по отношению к человеку совершают, и он среагировал, то что с ним происходит? Он униженным становится. А униженный унижается еще больше. То есть тот, кто унижен, он теряет себя и потом совсем теряет себя. Поэтому выход только один. Надо стараться изо всей силы не реагировать. Конечно, тебе больно. Но иди туда, где тебя любят. В это время иди к природе. И учись это заранее этому. Учись любить природу, чтобы победить болезни. Учись именно через любовь к природе победу над болезнью. Понимаете? Любовь. Это любовь. Понимаете? Это не просто вот я хожу по лесу каждый день. Что мне лучше не становится? Надо любить лес, учиться. Это длительное время. Когда ты там двигаешься, желаешь всем счастья, значит, ты будешь его любить. Понимаете? Вот как вот женщины ходили там по этому стадиону. Я увидел, что у них светлые лица. То есть они любят все вокруг. И это значит, что они побеждают свою судьбу. Понимаете? Но если человек не может любить, он тогда не может побеждать судьбу. Надо учиться любить все, что с тобой связано в этой жизни. И это значит, что наполняешься от этого. Любовь наполняет. Любите, пусть этот стадион вас наполняет. Это ваш город, понимаете? Город тоже может наполнять. Он живой. И когда человек наполняется все время, у него есть источники наполнения, тогда он может побеждать судьбу. Если нет, значит нет. Вы забыли об этом, что надо любить свой город. Иначе вы не будете наполняться в этом городе, будете уставать. Понимаете, если вы любите свой город, вы с работы идете домой, вы наполняетесь здоровьем в это время. Вы всем улыбаетесь, вам все улыбаются. А кто не улыбается, он вот так сделает. Пройдет мимо. Потому что он не умеет еще улыбаться, он находится в проблеме. Но поймет, что что-то не то у него, потому что он не улыбается. Вы дадите знания этому человеку в сердце. Надо так смотреть на людей, как будто вы старые знакомые. Люди будут иногда удивляться, смотреть, где его видел, этого человека. Ничего страшного, не обращать внимания. Просто радуйтесь людям. И люди всегда будут вам отдавать счастье назад, всегда. Даже когда вы не ожидаете. Если вы правильно настроены к людям, они всегда вам будут дарить счастье. Не сразу, но потом. Я разок сижу в аэропорту, и рядом со мной сидит девушка. Слушает лекции в наушниках. Что-то слушает. Я дома музыку слушаю. Сидит, что-то слушает. Такая очень внимательная. И потом я что-то начинаю говорить своему помощнику. Она такая, как бы, раз, наушник. Раз. Такая мне в ухо сует наушник. Говорит, это ваш голос. Я говорю, мой. Не может быть. Я говорю, может быть. Встретились. Рядом сидит. Счастье же, радостно, когда так происходит. Человек слушает твои лекции, и ты с ним встречаешься, прям сидит рядом с тобой. Так Господь дает свои подарки, когда ты правильно настроен. Приходит время. Продолжение следует...